Собственная солодовня и вода из чистейших скважин. Так удивляет гостей Барнаульский пивоваренный завод. Делегаты из Казахстана, Китая, Кореи, Филиппин, Швейцарии и Аргентины сегодня присматриваются к алтайскому рынку. Для предприятия это возможность вывести продукцию на международный уровень. На первый взгляд кажется, что Алтай находится где-то в глубинке нашей страны. На самом деле именно этот бренд Алтай, горы алтайские и так далее, известны далеко за его пределами. В Китае особенно все знают, что такое Алтай, что такое чистая вода с Алтая и, соответственно, продукция, произведенная на основе чистой воды. Барнаульский завод поставляет свои напитки по всей России, СНГ, Китаю и ближнему зарубежью. Но, например, со Швейцарией и Аргентиной взаимодействуют впервые. Страну Альп, кстати, уже заинтересовала возможность поставки пивной дробины. Производство на пивоваренном заводе безотходное. Выжимка идет на комбикорм. В Швейцарии это страна коров. Если это качественные жмыхи, вот как вы говорите, именно качественные. Сверх качественные. Потому что к нам, в принципе, завозят жмыхи, но их недостаточно. Жмых, зерно, белковый отстой и пивные дрожжи перерабатываются в питательные корма для животных. Поставка такой продукции уже идет в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. На встречу участники обсудили перспективы сотрудничества и обменялись контактами. А вот для Казахстана это уже не первое взаимодействие с Барнаульским заводом. Сильное предприятие с шикарной технологической базой производит как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Уже работает на рынке Казахстана. Ну и, как я уже говорил, конечно, хотели бы увеличить свое присутствие. Регион мог бы представлять новые компании, которые заинтересованы в выходе на казахстанский рынок. Мы бы могли доводить обновленную информацию, как статистическую, аналитическую. Ну и подсказывать, что вообще меняется в законодательстве, либо на рынке страны, в которой мы работаем. За время пребывания делегаты посетили и другие предприятия региона, отметив, что Алтай обладает высоким экспортным потенциалом. А также рассказали об экономических возможностях стран своего присутствия. Новые транспортные коридоры – такова цель встречи. Добавим, проходит она в рамках акции Министерства промышленности и торговли России «Неделя торговых представителей РФ в иностранных государствах».